Меня зовут Ева Лехцер и рада всех приветствовать, кто заглянул на мой канал. И сегодня мы будем рассматривать декадный гороскоп для Скорпионов. Что такое декадный гороскоп? Это сочетание двух эзотерических систем, астрологии и предсказательной практики Карта Ро. В его основу положим принцип соответствия каждой карты определенному временному промежутку. И данный гороскоп рассматривает в каждом знаке Зодиака по три декады. Каждая из этих декад соответствует своя карта, которая раскрывает свойства и особенности характера, родившегося в этот временной период. Итак, начинаем с первой декады знака Зодиака в Скорпион. Это у нас период с 24 октября по 1 ноября. Характеризует данную декаду у нас пятерка кубков. Пятерка кубков – это карта потери в наслаждениях, потому что потенциал пятерки – это активность. И здесь частота данного аркана соответствует Марсу. Вы являетесь представителем водного знака Зодиака, и главное качество вашего характера – это гибкость. Это приветливость, энергия, храбрость и личная сила. Ваша чувствительность вступает в конфликт со склонностью к практичности. Ну именно, у вас часто бывают какие-то такие эмоциональные всплески и встряски, когда вы думаете, что все, все кончено, все пропало, все разрушено. То есть нет пути назад, то есть какая-то точка невозврата. Или же, знаете, сама по себе позиция «сгорел хара и сарай, горе и хата», хотя вы не понимаете, что можно еще очень многое спасти. То есть не нужно предаваться унынию, нужно видеть то, что находится рядом с вами. Даже если три кубка для вас пустые, два рядом с вами, полные, вы не видите главного в жизни. Не замечаете всего того, что есть вокруг вас, и дают вам мотивацию, толчок для развития качественной жизни. Как правило, скорпионы пятерки кубков – очень деятельные личности. То есть вы можете работать много часов подряд, довольствоваться гораздо меньшим сном, чем какой-либо другой человек. И вы стремитесь менять все к лучшему, даже если этот процесс будет сопровождаться какими-то разрушительными потерями. Вы склонны доходить до крайностей во всем, даже в ущерб своему счастью и успеху, что приводит к разочарованию, которое у вас возникает в результате ошибочно направленной или неукрощенной энергии в работе, в наслаждениях, в борьбе против зла или в уступках своим эмоциям. Потому что в характере скорпионов пятерки кубков присутствует сильное эмоциональное направляющее, которое и приводит вас в столкновение с практической жизнью. Вы настолько интенсивно чувствуете, вы так страстны и эмоциональны, что зачастую забываете о рассудке. То есть все свои действия и поступки вы делаете на эмоциях и бываете совершенно некритичны к собственным порывам. В результате поэтому так глубоко страдаете, что нарушается ваше равновесие. Ваши позитивные проявления, они выражаются в искреннем дружелюбии, преданности, привлекательности, эмоциональности. Вы очень общительный и одаренный человек, потому что люди скорпионы пятерки кубков всегда благородны, терпеливы и доброжелательны. Вы стремитесь помочь несчастным и попавшим в беду. Вы пытаетесь исправить каждую несправедливость и очень неутомимо в работе и в удовольствиях. Вам присущи храбрость, предприимчивость и живое воображение. Как правило, всегда активны и открыты к новым идеям и начинаниям. Но даже не задумывайтесь о границах собственных возможностей к успеху. Как правило, имейте очень много друзей, потому что, скажем так, очень популярны, особенно среди противоположного пола. Ваши негативные проявления, то есть в том случае, если вы не идете своей жизненной дорогой, проявляются в отсутствии границ. То есть в работе, в развлечениях, в физических удовольствиях. То есть нет меры. И вы заменяете настоящую любовь страстью. Как следствие, у вас, знаете, ну вот какой-то деспотизм, особенно это касается личных взаимоотношений. Вы изматываете и терзаете себя и своих близких так, что, ну вот просто, да, у некоторых возникают суицидальные мысли. То есть создаете вокруг себя напряженную и тягостную атмосферу. Но опять же повторюсь, это если вы идете не своим путем. Вам не хватает критичности самоконтроля. Поэтому вы тратите свою энергию на бесполезные начинания и какую-то вот чувственную невоздержанность. Как правило, скорпионы пятерки кубков становятся скандальными, прямыми и, скажем так, неверными и неблагодарными. Особенно это касается любвеобильных мужчин. Для достижения равновесия вам необходимо сдерживание эмоций, сохранение энергии. Потому что склонность к крайностям, она нивелируется самоконтролем и постоянной критичностью, которая будет вас держать на середине избранного пути. Вам следует развивать врожденную доброжелательность и приветливость, объективность к себе, отделение разума от чувств. И желание оно станет наилучшим способом достижения счастья и успеха. Что касается вашей планеты-управителя, Плутон и планета-покровителя у вас тоже Плутон. Совместимы с вами знаки козерог и рыбы и несовместимый овен первой декады. Как правило, вы деятельна, творчески активная, трудолюбивая натура. Но отношения с противоположным полом складываются сложно. Пока вы не поймете, что судьбой вам предназначена одна всепоглощающая великая любовь. Часто представители вашей декады обладают экстрасенсорными способностями и имеют склонность к медицине, особенно народной и траволечению. С позиции, ну скажем так, взаимоотношений. Мужчины данной декады задорные, но часто неуживчивы, самолюбивы, горды и эгоистичны. Нередко добиваются власти и богатства, но постоянно тревожатся об устойчивости своего положения. Жестоком стептрогам и покушающимся на их благополучие. Женщины данной декады просто магнетически привлекательны. Молодости проявляют, скажем так, своих друзей на прочность и в чем-то проявляют много мальчишеских черт. С возрастом вы не теряете задиристости, но иногда становитесь вздорными. Ваша чувственность, страсть к физическим наслаждениям часто одерживает вас вверх над разумом и логикой. И знаете, скажем так, представительниц данной декады в средневека частенько сжигали на кострах, да? Как, скажем так, ведьм, из-за вашего убийственного приворачивающего взгляда. Вот такие непростые представители скорпионов первой декады. Давайте переходим ко второй декаде. Так, вторая декада скорпионов у нас представлена шестеркой кубков. Это период со 2 ноября по 12 ноября. И это карта удовольствия, потому что потенциал шестерки – это амбиции. Частота данного аркана соответствует Солнцу, и вы являетесь представителем водной стихии. Главные ваши качества – это привлекательность, это эффектность, творческое воображение и вносливость. Ваше стремление к личному успеху, оно вступает в конфликт с прирожденным благородством и добротой. Вы одарены огромной творческой силой и неотдалимым обаянием, и это делает вас очень привлекательными для окружающих. Основная ваша проблема – это добиться согласия с другими, особенно если другие находятся еще в лидирующем положении. То есть это происходит от того, что вам нелегко подчиняться авторитетам и дисциплине, даже если нет выбора. Скорпионы шестерки кубков, когда вы находитесь в позитивном состоянии и равновесии, вы наделены неограниченными возможностями для счастья и успеха. И вашими позитивными проявлениями являются, ну, знаете, ваша привлекательность, большие возможности для достижения успеха. Вам помню, естественно, быть лидерами, потому что вы берете на себя главную роль на любой сцене жизни. Вы с успехом сочетаете железную волю с благородством взглядов и поступков. Наделены врожденной способностью получать желаемое, делясь другими всем, что имеете. Вы очень чувствительны и страстны как в любви, так и в преданности. Вы гостеприимны, неутомимы как в работе, так и в развлечениях. И куда бы вы ни являлись, всюду вас ждет дружба и любовь, потому что вы сами в себе несете ключи успеха. Но если вы идете не своим жизненным путем, то у вас начинают проявляться деструктивные аспекты. Это беспокойство, это суетность, надменность, нетерпимость, неумение логично рассуждать, потому что вы пытаетесь здесь самоутверждаться, особенно за счет других, не обращая внимания на чувства и эмоции окружающих. У вас будет одна цель – добиться желаемого идти дальше, навязывая свои взгляды другим. И это желание будет доминировать над всеми остальными. Оно будет подавлять в вас справедливость и доброжелательность. Для негативных скорпионов шестерки кубков личное удовольствие – это единственный смысл в жизни. То есть это могут быть и физические наслаждения, и любование собственной властью, могуществом или богатством. Но независимо от формы, эти свойства обладают такой силой, что вас практически невозможно заменить. То есть вы не принимаете ни пожеланий, ни советов, ни предупреждений. Вот такая, скажем так, точка невозврата. Поэтому если вы не находите себя, свое какое-то становление – это уже путь в никуда. Для достижения равновесия вам необходимо постоянное проявление приветливости, благородства. У вас, скажем так, любовь является доминирующим свойством характера. Если вам придерживаться импульса доброты, то вы автоматически станете уравновешенной и гармоничной личностью. Для представителей скорпионов второй декады совместимыми знаками являются телец и рак, и несовместимые водолеств третьей декады. Вы сильная, вы страстная натура, способная в учебе, интересующиеся искусствами. И во второй декаде скорпионы рождаются сильным духом, страстные и неоциативные люди, которые не признают полумер и полутонов, и ярко проявляются и в хорошем, и в плохом. С позиции разделения на мужскую и женскую энергетику. Мужчины второй декады скорпионов, любители сильных ощущений, когда, скажем так, распоявшатся, то не любят ни нравственных, ни физических законов. Уйдет отсутствие меры в удовольствии, что растрачивает их силы и им грозит иранная старость. Женщины второй декады симпатичны и, скажем так, очень любимы мужьями, но очень не ценят выпавшее на их долю семейное счастье. То есть, знаете, при хорошей семейной жизни будете смотреть налево, это что касается женщин. Как следствие, вы будете мало заботиться о семье, постоянно будете чем-нибудь увлечены, то есть от спиритизма до новых техник, реберкинга и так далее. То есть, у вас остается мало времени на, скажем так, обязанности жены и матери. Но, тем не менее, скажем так, вот такие особенности скорпионов второй декады. Переходим к третьей декаде. Так. Представителями третьей декады скорпионов у нас отвечает семерка кубка второго. Семерка кубка второго. Это период с 13 по 22 ноября. Это карта мечтательности. Ну, все арканы вот практически говорят об этом. Сон, иллюзии, пребывание в каких-то мечтах, в эйфории. И здесь указание самого аркана, укротив себе своего дракона. Свою какую-то иллюзорность. Потенциал вашей карты – разносторонность. Частота аркана отвечает планете Венере, продуктивности. И вы являетесь представителем водной стихии. Главные качества вашего характера – обаяние, творческая сила, приспособляемость и сильная воля. Ваш творческий порыв вступает в конфликт с линией и желанием удовольствий. Скорпионы Семерки Кубков обладают огромной силой, самодисциплиной и сдержанностью, что является наиважнейшими качествами вашего характера. Однако, быть успешными вам очень легко, потому что у вас есть слабость, которая выражается в недостатке аналитических способностей, и у вас идет скоропалительность восприятия. Представители этого знака обладают активной интуицией и ясновидением. Но ваше желание трактует это ясновидение так, как оно в данный момент подходит вам лучше всего. То есть, знаете, вот вы видите картины событий в таком ключе, в котором вам хочется видеть. И передаваться иллюзиям в вашем характере. Это свойство довольно часто привык к тому, что при выборе цели вы можете принять вымысел за истину. То же самое касается отношений, работы и так далее. То есть, вы не совсем понимаете, что происходит по факту. Тем не менее, вы люди железной воли. Ваша преданность действует как магнит, принимающий и дающий любовь и дружбу. И если вы все-таки решитесь выбрать себе цель и останетесь ей верны, то нет ничего, что бы помешало вам эту цель достичь. Ваши позитивные проявления – это неограниченные возможности достижения успеха. Потому что позитивные скорпионы семерки кубков легко учатся, глубоко постигая и быстро впитывая новые идеи. Ваше обаяние настолько велико, что без видимых усилий вы привлекаете к себе внимание и любовь со стороны окружающих. Вы сочувствуете страданиям других. Интуитивно понимаете чувства и желания людей. Сила вашего знака неуловима, то есть идет уступчивость. А вот личный магнитизм, ну вы знаете, зашкаливает. В любви вы честны, глубоко страстны, но не могу сказать, что особо преданы. Вашими негативными проявлениями является обучение, точнее отказ от обучения дисциплины. Ваша разносторонность, она становится поверхностной и непостоянной. И, скажем так, не концентрируйтесь вы продолжительное время на одном предмете, либо на одном человеке. Если вы идете не своим путем, то становитесь ленивы, лживы, изнежены, хитрые, коварны. Будете избегать ответственности, будете лишены инициативы, нерешительны и трусливы. И вот в негативном состоянии Скорпионы и Семерки Кубков они утрачивают свою независимость, утрачивая этические нормы и трансформируетесь в безответственного эгоиста. Для достижения равновесия вам нужна активность самодисциплина и приверженность высоким идеалам этики поведения. Вам не стоит допускать в свою жизнь пассивность, инерцию и леность духа. Обязательно вам необходимы разумная умеренность и сдержанность в эмоциях. Что касается представителей в третьей декаде Скорпиона, то вам подходит Дева и Скорпион, это совместимые с вами знаки, несовместимый Овен третьей декады. Планета управителя является Плутоном, это управитель, и планета покровитель Луна. Скорпионы третьей декады крайне эмоциональны, ублюбчивы. Это люди с артистическими талантами и сильными страстями. Что касается мужчин, мужчины этой декады обычно среднего роста и очень сексуальны, то есть для них существует опасность растратить свой потенциал уже в среднем возрасте. Женщины лукавы, острый на язык и сладострастны, то есть они умеют взять от жизни максимум благ. Часто достигают хорошего материального положения и отличаются долгожительством, опять же, если идут правильно своим жизненным путем. Скорпионы третьей декады проявляют повышенный интерес к тайнам жизни и смерти, то есть вас привлекают первичные формы жизни. Или же это может отображаться в физике и химии, то есть, знаете, опознать кирпичики мироздания. Мужчины, как правило, приспевают в роли политологов, экспертов, прокуроров, криминалистов, либо, скажем так, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса. А женщинам третьей декады подходят профессии модельера, дизайнера, гомеопата, врача-терапевта, работника, причем большестоящего каких-то государственных структур, преподавателей эстетики. Ну и, скажем так, обоим представителям, мужчинам и женщинам подходят мистицизм и история искусств. Вот такая у нас была характеристика Скорпионов всех трех декад. Надеюсь, она вам помогла раскрыть какие-то неизведанные грани вашего близкого окружения, либо ваших партнеров. И, скажем так, сыграет вам какую-то пользу. Вот таким у нас получилось видео. С вами была Ева Лехцер. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok